Любая недвижимость в городе и провинции Аликанто. Агентство недвижимости Spaintur. Здравствуйте, друзья! В этот сумасшедший, радостный, праздничный день 8 марта мы работаем. И у нас зрительница и покупательница квартиры в Сан-Хуане смотрит женщина. Женщина. И мы ее поздравили. Я ее не могу показывать. И подарили квартиру практически. Попробуем. Беженцем. Попробуем. Я же задохнулся. Что мы смотрим? Квартиру в урбанизации. Снимаю на камеру, потому что потому. И урбанизация у нас... Алекс подбирал объекты и он лучше знает. Я не успеваю. Так, урбанизация. Что, Леша? Здесь бассейн видим. Парковка, вот она. Паркинг, я помню, был. Да, вот она. Вот они, парковочные места. И... Здесь парковочное место определенное. Под номером. И бассейн. Детский, смотрите. И взросленький, большой, глубокий метр под два, наверное. Вокруг зелень, пальмочки. Сегодня у нас порядка 20 градусов тепла. Народ уже раздел свои телеса. На пляже загорают. Мы весь день с утра просто летаем. Работы много очень. И... И я вам просто докладываю, что... Вчера было 24 градуса. Это было что-то. Бомбища, разрыв мозга. В урбанизации был сделан ремонт. Обновили фасад. Двери новые установили. В общем, облагородили территорию. Мы зашли в дом и видим, что здесь есть даже стул и стол для охранника. Или для ожидания... Для ожидания гостей. На входе мы видим для инвалидов можно и для колясочек въезд. Пандус, кажется, называется по-русски. Мы пойдем пешком. Хотя присутствует два лифта. Целых два. Пошли. Буквально поднялись на второй этаж по-русски. Заходим в квартиру. Как всегда по традиции показывают, что на лестничной клетке 4 квартиры. Вот две здесь и две за моей спиной. Заходим в коридор. Очень широкий коридор. Тут можно здесь большие шкафы поставить угловые. Короче, здесь много места. Очень хороший коридор. Просто супер. Ну, дверь как дверь. Тут ничего особенного нет. Здесь не захватывают жилье. И никто сюда не заселится. На счет жилья оккупантов это в основном банковское жилье. Так, налево идет коридор. Пока они отошли, снимаю потолки стандартные. Первое помещение направо. Большая, достаточно спальня. Двухместная кровать. Тут какие-то полки. Негакие мебельюха. Но на первое время, скажем так, пойдет. Встроенный шкаф здесь у нас. Из окна мы видим, опа, даже у нас видно кусочек там моря, кажется. Да, 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 синева вижу. Ой-ой-ой. Средиземное, средиземное, теплое, чистое море с голубыми европейскими флагами, которые нам рассказывают, что здесь очень чистая вода. Экологическая. Бла-бла-бла, короче. Попадаем далее опять в коридор выше и наблюдаем... Пардон, я тут грипп подхватил опять. Значит, кухню. Кухня. Стоит маленький столик, двухместный. Ну, я бы даже сказал, что три человека здесь спокойно входит. Нормальная кухонка. По испанским меркам это даже хорошее. Зачем-то достали машинку, возможно, сломалась. Чинят. Так, посмотрели шкафы. Нормально все. Плиточка, да, да, все нормально. Не вижу никаких больших проблем. Да и маленьких не вижу. Кухня, газовая. Еда есть. Еда есть даже. Да. Двери в нормальном состоянии? Да, 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 да. Никого об двери головой не били. Нет, ничего. Дальше проходим по коридору и видим какой-то зеркальный шкаф. Ага. Тут они сделали кладовочку, оказывается, небольшую. Так. И, в общем, здесь поворот такой идет интересный. Он как бы, типа, углом жик-жик-жик вот так. Ох, как я люблю полы снимать. Да-да. Я как раз за полно приехала. Мы сейчас поржали, поржали об этом, что 4 года назад я много снимал полов, снимал очень бегом все квартиры. Поэтому даже заговаривался и просто бежал, снимал и говорил какой-то текст, а камеру опускал вниз, потому что были люди. Это у меня часто было на виллах и на съемке виллах и вилл. Поэтому даже забывал, что я снимаю. Бывало и такое, потому что гонки были страшные, люди покупали виллы и так далее. Ладно, заговорился. Что было, то было. Кому не нравится, не смотрите, друзья. Есть другие каналы, где их снимают не риэлторы видео, а операторы с очень хорошей техникой. Вот они показывают прекрасные картины. Но у них даже агентства их нет, я вам честно скажу. Смотрим дальше кладовка. Кладовка достаточно большая. И с этого коридора я показал вам вот здесь направо санузел. Там комнаты. И еще зал идет. Расположение комнаты нормальное. Отдельное. И еще комнатка для сна. Для двух персон. Очень светлая, я вижу. Вообще, квартира в принципе нормальная, светленькая. Окна нормальные. Да, да, да. Вот наша парковка и наш бассейн. То есть, ваш ребеночек купается. Вы даже отсюда можете наблюдать и кричать. Вася, домой! Прямо на русском языке можете кричать, потому что в Испании нет национализма. И вы можете кричать на русском, на татарском, на любом языке. Никто вам не подойдет, не скажет. Прочь мловишь не чесский. Вот так мне говорили в Чехии. Так, шутки шутками, попадаем в последний территория. Большой, хороший зал. По меркам этой квартиры. Там комнатки были небольшие, здесь нормально. Здесь сидят люди. Над ними святые. И телевизор здесь. Мебель под дерево. Я специально громче начинаю говорить, потому что Алексей ведет деловые переговоры. Я не хочу, чтобы они попали на камеру. А поэтому попрошу Алексея выйти туда и договорить там о делах. А я должен доснять кино. Здесь у нас, смотрите, комната перегорожена. Стеклянной, сдвижной дверью одной и второй. И широкими такими. В одной из квартир я даже головой ударился. Очень чисто были окна натерты. Я так шел башкой. Для чего нам эта территория? Кажется, это балкон. Ну, в общем-то, в принципе, да. Может и здесь ваша машина стоит. Море вот я только что показывал с другой комнаты. Да, да. Можно здесь, не знаю, кофе пить, чай. Нужна ли мне была бы эта стена? Не знаю. Это уже решают жены. Они рулят нашими финансами. Поэтому, скорее всего, здесь был приказ мужу сделать отдельно, разгородить. И это было выполнено. Так. Все. Снял. Дом каркасный, видите, да? Снял эту квартиру. Заказывайте нам недвижимость. С вами был Сережа Язовский, Алексей Язовский, риотеры из Аликанте. Которые уже много лет продают недвижимость в городе и провинции Аликанте. Вот так я живу. Чао. Да, у тебя телефон вообще не выключается никогда. Да. Да. Продолжение следует...